Компания «Элта» представляет отказываться от полноценной жизни. В 2018 году стартовал проект «Диа-челлендж», участникам которого предстояло показать, что значит не бояться, а действовать. Изменить достаточно серьезно в своей жизни многие вещи. Три эксперта, шесть месяцев напряженной работы – одно большое дело. Они смогут начать управлять своим диабетом, понимать себя. Мы бросили себе вызов, а ты? «Диа-челлендж» – это процесс трансформации длиною в полгода. Уникальный реалити-проект, участники которого бросили себе вызов добиться поставленных перед собой целей, несмотря на серьезное заболевание. И доказали, что это возможно. Я могу с гордостью сказать, что я одна из них. Я очень боялась, что я сорвусь. Я все забью, махну рукой. Нет, такого не случилось, и я молодец. Вопрос у меня будет о гипокликемии, алгоритм купирования гипо. Спасибо, да, за вопрос. Стараемся работать быстро. Сколько ты сбросила, скажи? В анкете, вот мне сказали, у меня было написано 68. Сегодня утром на весах было 54. Болю с подобным на еду правильно, но у нас база. Ее много. Либо у нас много активного от предыдущей еды. У меня сейчас ощущение, как будто я заново родился. Ну, переворот сознания. Обновление и уверенность. Точно. Я это на себе чувствую сейчас. Вот, идеально. Да, вот вообще не придраться, идеальный выпад. Я надеюсь, что этот проект очень многих вдохновит. Вдохновит не сдаваться и работать. Последний, последний. Пять. Ну что, пять? Три, два. Я просто оборачиваюсь и смотрю, и понимаю, это разве была я. Вы все разные, а помпы не работает у всех одинаково. Вообще не работает. Ну, мне кажется, что это просто была какая-то другая Настя, которая просто не следила ни за своим питанием, ни за своими сахарами. Три месяца участники учились управлять диабетом под руководством эндокринолога, тренера и психолога. И еще три месяца работали самостоятельно, без экспертов. Осталось пройти финальное медицинское обследование и подвести окончательные итоги. Здравствуй, Вероника. Здравствуйте. Расскажи, как дела? Выглянишь прекрасно. Спасибо. Ну, как в самочувствии? Ничего, ничего. Кстати, лучше, чем было во втором триместре. Что у нас с сахарами? Тьфу-тьфу-тьфу. Вот эти 50% углеводов, это у меня получается где-то 20 хлебных единиц. Это у меня в день по 150 единиц выходят. Видно, это нормально? Угу. Это беременность. Я же, когда к вам пришла, самый главный вопрос был именно в том, что я боялась беременности, я боялась заводить ребенка, потому что очень сильно переживала и за его, и за свое здоровье, как это все будет. И прямо вот меня оттрясло от этой мысли. И такой смешной момент. Даже говорить об этом смешно может быть, но вот где-то 6-9 мая мы с вами общались на эту тему, по УЗИ считается 16 мая дата зачатия. То есть буквально через неделю как меня отпустило. И вот, видимо, кто-то наверху решил, что можно уже. Вероника молодец. У меня к ней как бы нет претензий в плане компенсации, как и у ее курирующего эндокринолога, насколько мне известно. Есть небольшие у меня сейчас к ней вопросы в плане питания. Немножечко она себя, конечно, стала жалеть. И спагетти, и сыр, и кефир вечером. Да, нужны углеводы, но как-то вот мне не нравится, как ты их разбрасываешь. Если ты предполагаешь, что у тебя будут спагетти вечером, ты тогда кефир в перекус сделай. Я желаю всем людям, у которых есть диабет, верить в себя, никогда не сдаваться. И помнить о том, что все страхи и все трудности они только у нас в голове. И каждый из нас может преодолеть все на свете. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Как настроение, Дарья? Ну, если бы я не болела, то хорошее. Температура есть? Нет. Что беспокоит? Кашель. Как сахара себя ведут? Ну, когда сильно болела, очень плохо. Я не могла снизить. Она прошла достаточно серьезный путь. Она реально очень многому научилась. Я-то хочу, чтобы... Ой, я уже как Оля или как Дина, я все разбираюсь. А я все равно же еще плаваю. Ну, а сколько Оля данными вопросами занималась? Не задавала я когда-нибудь этот вопрос? Не задавала. Сколько Дина занималась этими вопросами? Расскажи, пожалуйста, вот какой путь у тебя был? Я заболела в 1997 году. В тот период, когда инсулины были еще свиные. Потом уже появились инсулины актропид и протафан. Хорошие, но сложные инсулины для компенсации. В те времена подбирали еду под инсулин, а не инсулин под еду. Ну, то есть тебе делали, не знаю, 4 актропида в обед, 4 на завтрак, 4 на ужин. Естественно, организмы живые, особенно у детей. Естественно, все это достаточно быстро менялось. Надо было снова ложиться в больницу, снова подбирать инсулины под еду, под больничную. Разумеется, сахара оскакали, самочувствие было ужасное. И для меня даже в 9-10 лет было очевидно, что надо просто делать другое количество инсулина, потому что, когда сахара высокие, его надо скалывать. Поэтому достаточно рано я начала делать это самостоятельно. То есть на тот момент родители даже не знали, что я делала сама уже инсулин с себя. Недавно эксперимент такой достаточно интересный провела. У нас была оригинальная конференция, и я решила провести эксперимент. То есть раньше я всегда, естественно, помпу скрывала, чтобы ее не видно было, а тут решила ее специально не скрывать, а наоборот сделать так, чтобы было видно, и посмотреть по итогам двух дней, сколько людей мне зададут вопроса. Было весьма удивительно, что я не получила ни одного вопроса. Моя любимая фраза на латыни – это «перас перадастра» – «сквозь тернии к звездам». Поэтому я бы хотела пожелать каждому человеку, вне зависимости от того, с какими обстоятельствами в жизни он сталкивается, всегда стремиться к своим наивысшим целям, никогда не бояться ставить себе высокие планки и всегда их достигать. Здравствуйте, Анна. Как ваши дела? Как самочувствие? Отлично, болею только. Что же вы все болеете-то? И доктор, заражаете. Что же такое-то? Да. А как сахара себя ведут? Мы уже выздоравливаем или начало заболевания? Нет, я надеюсь, что конец заболевания, третья неделя уже пошла. Ничего себе. Да, болею я. Кашляю? Не кашляю, все заложено. Нос, уши, голова, все заложено. Анастасия меня просто поразила своим терпением. Как она с нами... Ну, не с каждым, конечно. И были у нас участники в том числе. Я, которых ей пришлось пробивать, пробивать, пробивать эту стену, чтобы мы со стажем, с большим стажем диабетики, чтобы мы все-таки смогли развернуться немножко другим боком и попробовать пойти по другой тропинке, не по той, которой мы шли там 30-20 лет. Дорогие друзья, это я без этого. Все, это все, я готов. Я хотел бы пожелать ребятам, зрителям нашего канала Диа Челлендж не сдаваться, не опускать ни в коем случае руки, идти к своей цели, к своей мечте. Все? Или мало? Здравствуй, Дима. Ну, расскажи, как дела? Дела сейчас хорошо. Как себя чувствуешь? Ну, прекрасно. А ты помнишь, как ты себя чувствовал, когда мы познакомились? Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. Скажи мне, что-то изменилось или, ну, собственно, все как было? Ну, вообще изменилось. У нас есть эксперт по изменениям Дмитрия. Этого эксперта зовут Никита. Расскажи-ка нам, как, с твоей точки зрения, папка как-то изменился за последние полгода, нет? Ну, да. Раньше, когда у него падал сахар, он вел себя очень интенсивно. Не осознавая, что, ну, это дело. А сейчас он чувствует, когда у него начинается. Типа, и у него в последнее время нет. Гипогликемия вызывает агрессию, вызывает недопонимание. И это, конечно же, в семье очень нехорошо. Конечно, остались еще вопросы, и, наверное, они всегда будут. Но разница огромная. Я не думала, что это будет так глобально. И так серьезно, и глубоко. Давай вот разбираться все-таки. Смотри, вот ты съела творог, манго и молоко. Как ты считаешь, вообще, в принципе... Ты вообще надел бы же ее? На творог? Да. Сколько там этого творога? 200 грамм. Я всегда на этот творог делаю единицу. И нормально она у тебя проходит? Да. Мы как-то... Сколько здесь была пауза? 60 минут. Вот, дело в том... Молодец. Мне кажется, коллективная история, это прямо вот ее. Она прямо вот кайфует. Эмоциональные моменты, которые мы переживали. Слезы, радости. Это, мне кажется, останется на всю жизнь. Я достигла той цели, которой я шла. И если нужна еще какая-то цель, то это надо ставить себе план, там, беременность, второй ребенок. Как я хочу. Девочка. Я хочу всем пожелать диабетикам, никогда не падать духом, держать себя в руках, бороться за свою жизнь, идти к цели, и все будет хорошо. Ко мне какие-то конкретные есть вопросы? Сахар как себя ведет? По сахарам, ну, я всю эту неделю совсем ела ужин такой, там, совсем овощи и совсем белок. Угу. Вот. И, в принципе, это все неплохо, только вот к утру сахар у меня начал падать. Падает он до каких? Ну, как-то до ощутимой гипогликемии, я встаю и... Ну, а что ты базу возьми, да уменьши ее, там, какие проценты на 10. Просто поставь ЛБС-ку на все. Я поставила ЛБС-ку, ну, то есть, я когда поставила ЛБС на 40, я три дня экспериментировала с разными ЛБСами. 40, мне кажется, это... 40, она поползла вверх. Конечно. Нет, 40, она уже вверх поползла, а когда я снизила, там, ставила 80, она все еще снижала, все еще падала. Коллеги, очень рада вас видеть. Прошло три месяца второго этапа. Расскажите, что происходило в эти три месяца, что делали наши участники и какое ваше впечатление? Кто победитель второго этапа? Обсуждение итогов работы по второму этапу проекта длилось целых 4 часа. Сложно выбрать одного, когда каждый добился поставленных перед собой целей. На протяжении всего периода самостоятельной работы участники продолжали выкладывать свои отчеты в группе Диачеллендж, задавать вопросы. И именно эта информация помогла экспертам прийти к окончательному решению. Самые заметные такие усилия и результаты, с моей точки зрения, у Дарьи. Но при этом, как бы, очень включилась Настя. Мне, наоборот, показалось, что второй этап, он как-то немножко сбавил обороты. Потому что, ну, если посмотреть на видео, которые участники выкладывают, во втором этапе их стало как-то немножко меньше. И там уже явные фавориты появились. То есть это три человека. Дима, он как выкладывал, так и продолжает выкладывать. Настя Мартынюк и Даша. Оля также выкладывает, но почему-то она стала делать это немножко реже. У Димы сейчас вообще вопросов нет в компенсации. У меня к нему вообще претензий нет. Дима. Мне бы хотелось, чтобы победила Настя. Потому что, ну, девочка молодая, и я думаю, что мы еще услышим о ней. Кого бы выбрала лично я, для меня это Дмитрий Шевкунов. Нюра достаточно продуктивная, достаточно энергоспособная. То есть она способна и готова выполнять большие объемы тренировочные. Я вижу, что сейчас, к окончанию проекта, есть некоторая сдвижка в сторону ее большей открытости. Ну, с Нюрой много чего случилось с моей стороны. Потому что с Нюрой в процессе, собственно, проекта были разные инсулины. Я думаю, это либо Даша, либо Дина. Ну, вот это по моим ощущениям. Обе очень много делали. Если бы мне сказали, за кого голосовать, я бы бы голосовала за кого-то из них. Давайте немножко поговорим о Дине. Когда были оглашены условия участия во втором этапе предоставления отчетов в нашу группу ДИА-челленджа, ей это очень не понравилось. И она сказала, что она этого делать не будет. Соответственно, именно это и не дает объективно оценить ее результаты. Кто станет победителем проекта ДИА-челленджа? Дима Шевкуна. Дима Шевкуна? Да, это чуйка моя. Если говорить про Дарью, мне хочется ее очень похвалить, как я сейчас вам сказала, за питание. Человек борется, ну, откровенно борется. Вот не придраться прямо. То есть, по большому счету, ты ее выделяешь именно за ее настойчивость? Да. То, что она очень старается, это факт. То есть у тебя получается или Дмитрий, или Дарья. А Вероника тоже. Дина, завтра последний съемочный день. Кто станет победителем проекта, на твой взгляд? Не знаю. Уважаемые участники, я очень рада вас всех видеть. Сегодня мы общались с экспертами. И каждый рассказал мне то, как он видел работу с вами на протяжении трех последних месяцев. И каждый из вас по-разному себя проявил. Веронику ждет пополнения. Дима у нас теперь не скачет по сахарам. Анастасия похудела. Вот. И стала готовить. Ольга, ты как победитель первого этапа показала нам огромную волю к победе. Как можно себя преобразить за это время. Елена преобразилась за время проекта. Повеселела. Даша, ты прошла непростой путь, да, вскрылись какие-то обстоятельства, которые могли бы поколебать, да, твою уверенность в участии в проекте, вообще силы твои. Но ты продолжила. Нюра, я думаю, ты сама, да, видишь те изменения, которые произошли у тебя внутри. Появилось новое понимание о тебе, о твоем диабете. Дина у нас изначально демонстрировала глубокие познания, да, в сфере диабета. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Да. Ты похудела, хотя эксперты не согласны с тем, что это благо для тебя. Теперь начинается новый этап вашей жизни. Теперь действительно, да, ваши самостоятельные работы, да, вот, с этого дня никаких отчетов. Ну а теперь, теперь настало время объявить победителя. Я скажу, даже раскрою тайну, что на первом этапе этот человек даже был одним из претендентов, да, на победу, но не дотянул. И второй этап показал, что максимальная отдача была именно у этого человека. Это Даша. Поздравляем. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляю тебя. Очень неожиданно. АПЛОДИСМЕНТЫ Правда? Да. Молодец. Молодец. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я в шоке. Ну расскажи, что ты чувствуешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Правда, спасибо. Я правда не ожидала. Это я любительница поплакать на камеру. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вам настолько благодарна, потому что это действительно искренне изменило мою жизнь. И да, это правда начало. В моей жизни это огромное-огромное начало, огромный волшебный пендер. И мне теперь не страшно. Мне правда не страшно. Я знаю, что даже если что-то у меня будет не получаться, я знаю, что у меня есть вы все. Все есть. Вас так много. У меня столько в жизни новых людей не появлялось. Спасибо. Все, все. АПЛОДИСМЕНТЫ У каждого процесса в этой жизни есть завершение. И завершение всегда является, как правило, начало чего-то нового. И я хочу вам пожелать, чтобы ваши отношения с диабетом как можно быстрее стали зрелыми. Желаю вам всем успехов, настойчивости и чтобы звезды вам помогали. И пусть это будет не какой-то краткосрочный этап вашей жизни, а пусть это будет с вами до конца жизни. То есть те навыки и те знания, которые вы получили в этом проекте, не бойтесь их применять. Обязательно делайте. Следите за собой, за своим здоровьем. И пусть в вашей жизни все будет хорошо. Доброго вам здоровья. Узенького коридора. Ланя Сахаров. Добрый путь. И мы всегда с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ Отдельно Оля Щукина попросила сказать фразу «Не сдавайся», поэтому «Never give up». Никогда не сдавайся. Никогда не сдавайся. Никогда не сдавайся. Не сдавайся. Не сдавайтесь. Мы бросили себе вызов, а ты? «Я славу. Молодцы! Субтитры подогнал «Симон»!